Наш проект — это некий уникальный гибрид классической MMORPG и стратегии, которая сможет зацепить как хардкорных игроков, так и миддл игроков по той простой причине, что это очень насыщенная игра. Помимо твоего персонажа у тебя существует 68 на данный момент разновидностей отрядов, которыми ты можешь управлять. То есть если ты идешь на миссию, ты остаешься не один, как это происходит в классической ММО, а за твоей спиной у тебя находится несколько отрядов. А если ты играешь в клане или со своей сформированной пачкой, то, соответственно, это все возрастает в десятки раз. Расскажи, пожалуйста, больше про гибридность. Как это выглядит на деле? На деле у нас существует три режима. То есть попадая в миссию, ты можешь управлять как в обычной ММО своим персонажем от третьего лица героя, так по нажатию одной клавиши ты можешь перейти в стратегический режим и расставлять свои войска. Спокойно с ними ими управлять, размещать их по карте, управлять их скиллами и при необходимости ставить их на атаку, предположим, на белую, и возвращаться назад к своему персонажу, если в этом есть необходимость. Ты сказала, что вы ориентируетесь и так же на хардкорных игроков. А в чем конкретно это проявляется? В каких-то механиках? Да, в первую очередь это проявляется в механиках, потому что когда ты попадаешь на карту, где просто сотни тысяч юнитов за спиной, тебе нужно быть тактически слажен со своей командой, с которой ты играешь, это в первую очередь, вы должны понимать, какие отряды брать с собой на конкретную миссию, вы должны понимать, когда вы вступаете, предположим, в клан, вы должны четко для себя осознавать, какие отряды вы прокачиваете для того, чтобы пройти ту или иную миссию. Поэтому это все занимает в первую очередь, конечно же, время, а во вторую очередь вам нужно понимать, на какой локации как размещать отряд, вам нужно полностью взаимодействовать с друг другом для того, чтобы понимать, в какой момент где реагировать. Поэтому я думаю, что это такие моменты, которые хардкорщикам обязательно понравятся. Но при этом можно сказать, что и в Kingdom Underfire 2 может спокойно играть и миддл-игрок, игрок-одиночка, например, потому что уникальность заключается в том, что ты в обычной ММО, ты приходишь на открытые поля, ты встречаешься один на один с монстрами, и, собственно, на этом все заканчивается. Но мы должны понимать, что миддл-игрок, он тоже хочет ярких ощущений, он хочет попасть в эту войну, которая происходит обычно на топовых левлах и в топовых кланах, соответственно. Здесь ты просто прокачиваешь отряды, которые считаешь интереснее лично для себя, приходишь на миссию, и у тебя за спиной может быть до трех отрядов, то есть это где-то десятки юнитов, и ты окунаешься в эту огонь, ты окунаешься вот в эту совершенно сумасшедшую ситуацию, когда у вас сталкиваются просто тысячи на тысячи отрядов, и ты можешь это все прочувствовать, ты можешь почувствовать себя лидером вот этой вот толпы, которая идет за тобой. А будет ли уникальный контент для конкретных игроков? Мы сейчас в большей части наблюдали возможности именно стратегии. Мы играли на карте формата МОБОД, когда разрушали обелиски, мы сражались в группе с другими игроками против противников проблем, и так далее. Но ты сказала, что здесь равны возможности и для соло-игроков. Соответственно, будут ли для них выделены отдельно миссии или рейды? На самом деле, практически в каждую миссию, в которую ты заходишь, ты можешь играть как в пати, так и в соло-грус. Соответственно, баланс сил в самой миссии позволяет игроку-одиночке проходить ее абсолютно спокойно. Главное, это, соответственно, прокачивание своих армий и подбор соответствующей армии. Еще стоит отметить, что существует три вида миссий, то есть миссию можно проходить исключительно только за персонажа. Вы можете проходить миссию как в союзе персонаж плюс отряд, и можно просто выбрать миссию со стратегией, где вы управляете исключительно адресу. А сколько всего будет классов? Мы вот увидели четыре, я попробовал двух из них, и на мой вкус магичка более ориентирована на взаимодействие со своими отрядами, потому что у нее много АОЕ контроля, а дамаг не очень высокий, в отличие от вводителя. Расскажи, пожалуйста, подробнее про классы. Всего у нас на старте ЗВТ, именно в российской локализации, будет четыре класса. Скорее всего, ближе к релизу, либо только после релиза непосредственно, у нас появится еще один класс. Это предварительное название, это Шаман или Самонер. Ингвизитор, он сейчас уже существует в Китае, в китайском ЗВТ. И вот совсем недавно разработчики поделились информацией, что сейчас на стадии разработки находятся еще два класса. Опять же, предварительно, это Ингвизитор и Темный Маг. Соответственно, если немножко про сами классы, опять же, здесь не только сама игра, некий гибрид, но и классы, они по факту тоже гибридные. То есть здесь нету чистого мага, здесь нету чистого лучника. Вы можете быть как дальним атакующим, так и атаковать в ближнем бою. Но здесь, на самом деле, опять же, остается выбор за игроком. И вы можете играть в ближнем бою, вы можете играть в дальнем бою. Но, естественно, есть некие классические такие каноны, когда маг с меньшей физической защитой существует. Здесь есть берсерк, который как танк прет и просто разносит всех вокруг. То есть, ну, здесь более-менее мы говорим о таком классическом распределении. И финальный вопрос. Когда игроки получат доступ, собственно, к Kingdom Under Fire 2? Мы на данный момент планируем ЗВТ осенью этого года. И вот как раз осенью игроки смогут попробовать. Субтитры сделал DimaTorzok